Ну что, как вы думаете, куда мы направляемся? Полина, при параде. Можно сказать, что 1 сентября. Но сегодня не 1 сентября, а 31 августа. И почему мы идем 31 августа в школу? Потому что мы идем в музыкальную школу. А это же все меняет. Да. А 1 сентября в основную школу. Все как обычно. Так что идем, сейчас пойдем, цветочек купим. 14, не 18 или 20, а 14. А в том году сколько было? 17 или 18. Да то что, больше даже? Ничего себе. Может, там по вторым частям тоже были. Хотя, в принципе, должно быть одно и то же. Пойдем сейчас цветочек купим. И музыкальную к 2 часам нам сегодня. Первый раз. Не говори. Нет, ты идешь в 8 класс музыкальной школы. Правильно? А в 9 класс ты идешь в основную школу. То есть год разницы. Но этот год, получается, последний и в музыкальной, и в основной школе. То есть вот таким образом выходит. Все равно последний опыт. Там 8 лет, получается, она отучилась. Отучится. А тут 9. В те годы покупали мы такую бордовую, да? Да. В этом году купили вот такую. Я тяжко. Прямо розовый-розовый цвет. Кстати, какие вам цветы больше нравятся? Ну, я имею в виду из роз по цвету. Напишите. У меня ромашки. У тебя ромашки. А мне какие? А, мне эти желтые тюльпаны сюда нравились. А, вот еще. Ну, конечно. И тут много цветов. С одной розочкой. С одним цветочком. Вот тут ряд у нас идет цветов. Выбор большой. Вот все ходят тоже ищут к школе. Потому что завтра 1 сентября. А мы уже сейчас идем. О, собаки тоже хотят купить цветочек. Нюхают, смотрят. Так, что-то не понравилось им. Ну, все. Отправляемся в музыкальный. Слушай, а мы сейчас рано придем. Ну, и ладно. Туда идем медленно. Медленно. Можно еще куда-то заглянуть. Вот тут цветочки. Можно еще цветочки. Мы что-то быстро купили. Обычно мы как-то выбираем. Долго, долго, да. А сейчас быстро. Раз и все. Вот. Какой-то цветочный номер 1. Адрес Беклемича 85. Роза от 35 рублей. Что-то не верить смеет в это. Сейчас роза по 200 рублей. Ну, может какие-нибудь маленькие. А, предложение, вон написано, что предложение ограничено. Не является публичной оферой. Не более 25 штук. Два дня руки. Понятно. Это же мелким текстом надо было. Они на мелкие такие розочки. Они продаются. А поедут рожки? Да. Ну, ладно. Потихоньку дойдем. Прогуляемся. Подождем. Погода хорошая. Это радует. Сегодня прям летняя-летняя погода. 25 градусов передали. От 25 даже до 27. Как настроение, Полина? Настроение должно быть радостное, солнечное. Ну вот, зашли мы в музыкальную. Так, выпускникам. Смотри, 9-11 класса. Это, наверное, музыкальная школа, да? А, точнее, я еще санцем. Так, мы пришли, конечно, очень рано. Какое-то расписание висит. Интересно, это старое или новое уже? Это, наверное, не расписание. Это, типа, расписание там, где учителя. Но они постоянно только ничего не меняются. Да? Да. Угу. Угу. Вот так выглядит школа сейчас уже после ремонта. Недавно мы тут сделали. Красиво, светло. Я вспомнил, когда ты первая сходила, как в больнице. Господи. Светло, да? Красиво. Светлой пеной. Какой же цвет? Я не могу понять. Салатовый, что ли, или зеленый? О-о-о. Ну, приятный. Приятный. Ну что, вернулась мы от учительницы. Дневники нам дали. Ну и все, больше ничего такого не сказали. Когда будут уроки, пока неизвестно. Но позже сообщат. А сейчас мы сидим в зале, ждем концерт. В честь первого сентября. Да, Павел? Да. Да. Как обычно. Да, как обычно. Рояли готовы, открыты. Вот, звуком бурное течение. Музыка не развлечение. Это поняли давно. Желтый лист стучит в окно. И пора вернуться к гаммам. Упражнения, программам. Ждет оркестр партитура. Счет долей, аппликатура. Еще многое вас ждет. Ведь настал учебный год. И вас хочет поздравить директор Детской школы искусств Анненкова Эльвира Николаевна. Рада вас приветствовать в нашем теплом, уютном зале. Вижу очень много новых лиц. Первоклассники наши пришли. Надеюсь, вы станете достойной сменой нашим выпускникам. Среди вас, наверное, наверняка одаренные, талантливые детки, которых мы будем учить, развивать. Волнуюсь. Хочу рассказать о нашей школе не без гордости. Наша школа одна из крупнейших в Тульской области. У нас обучается около тысячи детей. Несколько лет назад школа вошла в призеры, в 50 лучших школ всероссийского конкурса, как лучшая школа России. Мы уже дважды участвовали в нацпроектах, приобретали новые инструменты музыкальные, делали ремонт капитальный нашего здания. Поэтому, я думаю, вам понравится у нас очень уютно, тепло. Работают замечательные педагоги. Но хочу обратить внимание на то, что школа – это школа. Дополнительное образование – это не кружок и не самодеятельность. Здесь нужно учиться. И приходят люди сюда, которые наверняка обдумали свое решение. И понимают, что это огромный труд, что надо стараться посещать занятия, не пропускать, чтобы был результат у вас, чтобы вы могли стать достойной сменой нашим выпускникам. И также принимать активное участие в конкурсах, во всех школьных мероприятиях. Нагрузка учебная у нас по учебному плану составляет 6-7 часов в неделю. Ну, это 2-3 дня в неделю. Вам придется посещать музыкальные. Я каждый день хочу. Очень хорошо стало тебе. Луна, месяцы, апрели, встану полетает смык, и веселые качели начинают с поразбел. А забытое все на свете, сердце замерло в груди, только в небо, только ветер, только радость впереди. Только небо, только ветер, только радость впереди, всплывая выше гели. Невидая преград, и лады, и качели летят, летят, летят. Субтитры создавал DimaTorzok 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 Добавил DimaTorzok Добавил DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok DimaTorzok Добавил 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 DimaTorzok А если бы она от нас ушла, Таким бы мир, кто сделался безмолвным, С него из битвы побеждая стран, И из нее любви восходит зерна. И если мир стоит над реки так, То музыка один из них бесспорно. Нет у нее начала и конца, Она так больный воздух существует, А рельс труится, льется даже строит, И наполняет души и сердца. Музыка, музыка, Парик строится, льется даже строит, И наполняет души и сердца. Все, концерт закончился, пойдем домой. Все, Полина, готова к учебе? Конечно. Осталось начать учиться. Всего лишь, да. Решили сходить в Озфисмах накануне сентября. Мне нужны папки в учебе. Полинка тоже заодно хочет посмотреть. Чуть-чуть погореть. К школе, да? Хочешь ты тоже посмотреть, я говорю. Да, мы сейчас вышли с тылье, забрали брюки, Отдавали подшивать ей в школу, там двое. Одни там с молнией связаны, А вторые подшить, укоротить. Одни черные такие широкие, А другие наоборот узкие, серые. В общем, двое брюк совсем разные-разные. Я тут очень давно не был. Да, все для школы. Ну, давай посмотрим. Почему раньше не было? О, есть еще три. Ну, это 12. Четыре, девяносто. Нет, мы уже по одному раз же не говорили, А я уже с нами была. Так, ну ладно, сейчас посмотрим. Да, мне уже разобрали твои тетради. Туда новое ворожье и забрали. Кресло стало. Это уж купила. Это уж купила себе. Вот, да, уж как простой паспорт, Кому-то, с надписью паспорт. Нет, это типичный. А прозрачных нету. Комплект обложек. Вот это, наверное, прозрачные. А, о, каждая страница, Полина, Будет в паспорте. Каждая страница, наверное, смотри. Комплект обложек здесь что-то для страниц паспорта. Нифига себе. Ты знаешь, каждую обложку в эту. Да, ну. В обложку. Каждая обложка в обложку. Каждый листочек в обложку. Здорово, да? Угу. Так, ну где мои папки? Мне папки нужны. Вот, сходи. А, а что? Вот что-то сложилось. Это альбом для монет, Полина. Это альбом для монет. Не хочешь собирать монеты? Нет, зачем мне? Вот еще такое. Нет, это книги, журналы, книги, книги, журналы. Смотри, что это? Фотобумага для стройной печати. Принтеров. Нифига себе. Цветная. Ну, вон, ценники написаны ниже. Дорого, видишь, 400, 500 рублей. 500 рублей. Так, ручки, линейки. Вот тут тоже, смотри, сколько линеек. Да, что-то я иду. И карандашей полно. Круто. Так, ручки, ручки. Нет, мне это не надо. Где же эти папки еще? Папки. Вот и мои папочки. О, кассовые аппараты, даже весы их продают. Так, это блокноты. Ручка капиллярная, помнишь, мне, я покупала себе, помнишь, тонкий? Да, да, да. Так вот, у меня он уже все. А ты им писала? Да. Или рисовала? Ну, я не знаю, ну, рисовала, точнее. Ну, и сколько стоит? 140 рублей. Ну, попробуй. Ну, тут, конечно, угу. Ну, что, тут много бумаги? Не, у меня тоньше было, вроде бы, или нет? Ну, если 0,1, это самый тонкий, значит, такое и есть. Да, тонкий, тонкий. А тут какие еще есть? Побольше есть. 0,1. А это 0,3 потолще. Ну, купи, если надо. Правда? Да. Ну, я потом вернусь. Ну, что, выбрала вот такие папки, три штуки, две на 100 листов и одну на 60. Мне, правда, еще одна нужна, но посмотрите. Потом дома посчитаю, сколько мне нужно листов, еще докуплю. Так, ну, тут все есть и для хозяйственных, такие, для хозяйственных нужд. Бахилы, перчатки, салфетки, всякие чистящие средства. Кресла, вешалки, шкафчики. О, столик какой. Стол, две с половиной тысячи, беленький, такой аккуратненький. А вот кресло какие? Пять, четыре с половиной, пять тысяч. О, какой стеллаж беленький. Две двести семьдесят девять. Много полочек. Один, два, три, четыре, пять, шесть. И наверху еще семь. Классный стеллажик. Размер. Семьдесят девять на двадцать пять на сто семьдесят шесть. Ну, хорошенький. Мне кажется, в любую комнату впишется. Много чего можно поставить. Стоит недорого. Стол, табуретки. О, какой яркий стульчик. Пять тысяч. Цвет фуксия. Вон, рюкзачки по пятьсот рублей. Стул для столовых. Эко-кожа. Две треста пятьдесят девять. Полина, ты не меня ищешь? А я здесь спряталась. Тут прям интересно. Красивые же дни уже. Ну, открой, что там. Ничего. Ничего. Ну, она просто же дни. Хорошие листики. Хорошие. Он сейчас модно. Вот такие вот. Модно, но тебе не нужен. Такой минимализм. У нас там полно дом блокнотов надо истратить. Вот столик вот этот симпатичный. Четыре тысячи двести. Такой беш. Три ящичка. Такой размер оптимальный. Хороший. Такой надкоричневый стол. Такой серенький стол. Стеллаж это еще. Вот это прям маленький. Ну, они, смотрите, идут вверху узкие полочки. Такой треугольный. Видишь, стеллаж треугольный. О, нет, да, книга такой. Или такой? Бежевый хороший. А, увеличивается? Да. Да. Четыре полочки, а здесь пять полочек. Тут они хотя бы ровные. Ну, тут больше. И там задняя стенка есть еще, видишь? Вот там книги хорошо бы стоять. Но он серенький, а у нас вся мебель коричневая. Вот это подошел бы. Ну, и опять у нас денег нет. Нет, конечно. Не купим мы ничего. Нету, бабушки белых нету. Все равно стеллаж некуда ставить. О, какое кресло. Не хочешь сесть? Померите. Садь. А эту, эту, поясницу надо подушку положить. Ну, и тут сто подушек. Не, не опускается? Не. Подушка для головы, для шеи, для головы как? Прикольно? Удобно? Ну, у меня вот так вот все поясницы. Ну, это понятно, потому что не там подушка не должна под поясницей. А для головы как? Хорошо? Да, очень. Сколько ж такое стоит кресло? Эту достаю. Все, пойдем на кассу. Бай-бай. Бай-бай. Сойдем, посмотрим, что там. И до дома. Ох, какое солнце. Посадиться. День уже кончается рано. На улице тепло прям хорошо. Летняя погода. Красота. Мы идем. Это вот центр, где у нас офис МАХ находится на рынке. Вот. Поэтому мы идем через рынок на выход. Естественно, рынка уже нет, потому что вечер. А так в будничные дни, выходные здесь прям торговля идет. Не, я не понимаю. А сейчас пустые вон ящики. А куда они делаются? Места. Завтра с утра. Все это заполнится. Но у нас рынок небольшой. Но московский, конечно, больше. Идешь? Нет. Все? Сфотографировала? Прямо чудно так идти через рынок, когда он пустой. Обычно ходим, ходим, когда здесь все продают, продают. И сейчас пусто, пусто, пусто. Идем вот здесь через центр наш с фонтанами. И удивляемся, сколько людей. А я Полине говорю. Ну, почему людей? Ну, потому что, во-первых, ну, понятно, теплый день. И плюс, считай, все уже дома сейчас. Ну, то есть, всех с отпусков приехали. Все, сегодня 31 августа. Вот. Поэтому все дома, естественно, и все дети на месте. Все взрослые на месте. Поэтому народу много. Кто-то у бабушки был. С дедушкой. И последний день лета. Да. Кто-то из отпусков вернулся, из поезда. Поэтому. Ну, и мы сейчас пройдемся здесь. Вот, идеально, смотри, как и отражает. Ага. Сквозь нашу красоту. Сейчас пройдем. И домой. Полина пошла опять фотографировать. Ну, красиво. Солнце, да, отражается в воде. Красиво. Там даже кто-то тоже снимает вот эту красоту. А, себя снимает. Я думала, красоту снимает. Собаки гуляют. Стемнеет фонари, конечно, опять тоже. Ой, фонари. Эти фонтаны будут подсвечиваться. Так, Полина до сих пор снимает. Да, хорошая выдалась, можно сказать, осень теплая. Обещают еще полмесяца теплой погоды. Ну как, удачно сфоткалась? Фоткалась. У меня камера красная. Да? Это лучше на фотоаппарат. Ну, на фотоаппарат, конечно, получше было бы. Ну что, Полина, первый раз в какой класс? Девятый. Девятый. Вот, первый раз в девятый класс. Иду запечатлеть вместе с ними такой торжественный день. Все девять лет. Да, все девять лет. На память нам остаются. А потом училище, да, будешь снимать? А потом училище будут снимать. Да, Полина? На балконе собачка. Ну, как хорошо. Я думала, кошки обычно выходят в окно. А оказывается, еще и собачки выходят в окно. Так, ну идем мы без цветов. Потому что мы собрали деньги с каждой классе. Сколько там у вас сейчас человек? Так, двадцать шесть или двадцать семь, двадцать шесть. Двадцать пять, может быть тоже. В общем, где-то так. Вот. И, наверное, один общий букет. Вот. Музыкальную, как вы видели вчера, мы уже сами покупали, сами шли. Ну, а здесь решили букет. Ну, я думаю, так удобно. Большой букет сразу подарить и все. Так, ну мы идем к школе. Ну, тут дело в том, что, так как у них девятый класс, они идут не с центрального входа, а с заднего хода. Так им сказали. Потому что там сейчас проходят линейки. Вот. А они тоже старшеклассники. И им говорят, все, вы большие, линейка вам не нужна. Ну, это я так утрирую. Вот. Он там, слышишь, музыка доносится. Вот. Ну, конечно, прям торжественная часть теряется. Прям. Хотелось бы, конечно, торжества. Да, Полина? Все-таки не хватает. Даже просто пройти через центральный вход. Вон там люди идут, видишь? Там пошли, а мы пошли с другого входа. Так, что-то мы идем. Ну, ладно, тут туда. Ну, посмотрим. Главное, чтобы пройти. Вот. Так что с задней стороны школы. Так что вот такой сегодня сбор. Но все равно запечатлеть надо. Вот эти сосны красивые здесь. Прям красота. Самое классное, что сегодня погода классная. Классное же все. Самое классное, что я приду и буду смотреть сериал. Да. Сегодня же пятница, а впереди выходные. А ты знаешь, что я сегодня могу погулять? Да, что сегодня у них выходной. И завтра выходные. То есть просто пошли, отметились. А, нет, они сегодня будут еще учебники получать. 14 штук учебников. Вот. Ну, классный час. Все как обычно. И учебники домой. Все. И все. Первый сентября. Ну, а вчера мы уже отметились в музыкальной. Все понятно. Вот здесь можно пройти. Пойду посмотрю. Ой, и собачка. Собачка. Тут тоже кого-то провожает. Кого-то провожаешь, собачка. Ну, спасибо. Что сказать? А, вот. Полинкин класс. Вы тут будете собираться, да? Собираться, да, будете? А потом пойдете? А учительница тут будет ждать, нет? Не знаю. А может сразу уже прямым ходом туда в школу надо? Ворота есть. Самое главное, сетка еще есть. Так чудно с этой стороны вообще. Нет, ворота есть. Ну, все, можешь. Никакого торжества, да? Не так пойдет. Сталые зачем-то выносят. А зачем? Учиться тут будете? На улице. А представляешь, на свежем воздухе получится? Прикольно, да? Супер. Может, у вас будет классный час, Полина, здесь? Конечно. Так вынеси обязательно. А может, новые порты там ставят? Эти старые выносят? Хоть данные, хоть свои теории выдвигать. Ну, а для чего их выносят? Я покрасила. Нет, так хорошие столы. Ну, в общем, что-то хотят. На этом поле вы занимаетесь, нет? Да? Конечно. О-о-о. Осень. Да? И в конце... В конце года. Ну, большое. Действительно. О, все, у нас каникулы еще. Так, ну, что-то вас мало. Что-то рано пришли. Нет. Как, нет, смотри, мало народа. Может, все уже все от того. Я говорю, тут идти 10 минут. Что тут идти-то? Ярен. Мы у новой столички вместе сидеть. Так, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Вас 11 человек только. Еще полкласса нету. Как, кстати, можно подпульчать? Да, я, я, все, полночь. Она даже не становится. У тебя достали? Нет. Она не будет не вести. Как-то не слышит, и поведет, и там, что-то не вернуется. Ах! Так, Полина, интервью. Как тебе 1 сентября? 2023 года. Да пока чуть никак. 9 класс. Около мы 40 стоим. 9 класс. Как? Пока что не чувствуется. Ничего не чувствуется. Просто пришел и ушел. Прочувствуешь в середине года, да? В начале. В начале? Ну, понятно. Сегодня выходной. Учись, Москва уже учится. Кристина, она пустая. А вы балду гоняете. 1 сентября. Она говорит, что у нее там, вот, будет физкультура сегодня. Да ты что, даже физкультура? Да. Супер. Ну, правильно, разбодриться. А как же? Бодрись. Это вот этот, наверное, букет будут дарить. Здрасте. Красивый розовый. Да, у Полины букет какой подарят? Ну, тоже цвет розового мы вчера подарили. Красивый. Так, ребят, сейчас машина подъедет на парты. А, видишь, машина забирает парты. Парты забирает машина. Так что куда-то повезут. Эти парты грузят. Может, какой школьник хватает парты. В общем, мы не знаем. Сера, вы поддержите, пожалуйста. Гостя тоже. Нет, я слабый, я слабый. Ну, что? Это корочество, что все ходят. Особо стоит, просто это. Дену не будет. Привет. Вообще, мы можем все... Да, где-то вообще. Ну, такая школа большая. Солнышко светит, уже пригревает, кстати. Я думала, будет холодно, но нет, хорошо. Здрасте. 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 Да, я сейчас все. Понял. Нам дарили в нем, я не помню что, но что-то, наверное, на 8 марта. Логично. Ну, да. Что внутри было, я... Внутри хлеб, то есть с бахилами, вот что внутри. Могли бы и там постоять, посмотрели бы, да? Можно было бы пойти там посмотреть хоть 5 минуточек. А я сейчас пойду, могу посмотреть. Все, можешь идти, тут ничего интересного больше не будет. Я в курсе, что тут ничего интересного. А учительница сюда подойдет ваша, не знаешь? Нет, мы с Альбиной идем, с растущей. Ох, это наша злоба. Вот, видишь, не спешит, а ты все бежала. Она им посещу сестру, брата отводила, все отдает. У нее свои хлопцы, короче. Предприниматели. Предприниматели с галкой. Это не просто, пожалуйста. Да, давно не виделись. Нет, ну за метод. Ну, не справка у меня нужна. Спасибо. Смотри. Он у меня... Начали. Начали. А у меня я. Когда-нибудь я это расспрашиваю. Когда-нибудь через галкой. Да. Каждому по цветочку решили. А я думала, букет им подарят. А решили, наверное, не так. Каждому по цветочку. Ну, тоже красиво. Да. Я думала, букет им, а, видишь, по одной розочке. Ну, все равно тоже красиво. Видишь, кого-то не хватает. Видишь, розы остались. Значит, еще не все пришли. Кто-то не спешит. Пять человек не хватает. А что, может, они и не придут. Мало ли. Ну, да. Что, 1 сентября. Может, кто куда уехал, не приехал еще. О, это тоже. А я к себе поеду. Ну, я вы уже поеду. А что, что это? Не будем. Я 4 тысячи. Так что, в гаражах у тебя? Так что, в гаражах у тебя, в гаражах у тебя, в гаражах у тебя. Не терпится учиться. В смысле, не терпится по времени. Все, все, пошли. Ну, все. Провожаем долгим взглядом. Как говорится, с Богом. Пусть учатся. Благополучно заканчивают 9 класс. Ну, да, конечно, картины некрасивые. Но что делать? Такие обстоятельства в этом году. С заднего хода. Ну, все. Проводили. Пойду, пройду с центрального входа. Посмотрим, какие там торжественные линейки проходят. Ну, так смотрю, все подросли и подросли. Были, конечно, все пониже. Но все-таки 9 класс. Пора, пора вырасти всем. Вот тоже еще части идут с этой стороны. С этой стороны сказали линейки для первоклассников. Поэтому, чтобы всем попасть в школу, вот с разных ходов запускают детей. Ну, вот. А это центральный вход в школу. Все 8 лет мы здесь были. Здесь проходили. Ну, а в этом году чуть-чуть по-другому. Здесь. О, здрасте. Здрасте. Ты меня снимаешь? А здесь шумно-многолюдно. А где и нас? Ну, тут, смотрю, пока еще линейк нету. А они только готовят. Но все равно не стали наших пропускать с этой стороны. А, ну, начали строиться все первоклассники. Хоть ощутить торжественную обстановку. И вспомнить, как это было у нас. Точно так же стояли. Все было весело, нарядно, торжественно. Ну, да, сейчас тут будет, конечно, надолго. Вот. Линейка, все это. Красиво, конечно. И торжественно. Вот. Мы уже в девятом. А кто-то в первый класс. А когда-то было наоборот. Помню тоже. Мы в первый. А кто-то заканчивал девятый. Ну, ладно, оставляю. Конечно, я не буду сейчас ждать. Тут никакую линейку. Хотя и можно было. А вообще-то можно. Я хотела сейчас попасть в банк. А банк работает с девяти часов. Может, мне тут постоять, посмотреть. Все равно, где времени проводить. Могу подождать. Посмотрим немножко на красоту школьную. Смотрите, первоклассники с одной розой. А раньше все ходили с букетами. Я помню, мы стояли все с букетами. У каждого букет большой. А теперь что-то... Обычно старшеклассники ходили с одной розочкой. А теперь смотрю и первоклассники тоже с одной розой. А здесь устанавливают сцену. 1 сентября. Сейчас будет все для первоклассников. Для первоклассников. Хотела сказать, для первоклассников. И запуталась в словах. Вот. Так что будет праздник. Все как обычно. Ну, я думаю, Полинка сюда, наверное, не пойдет. Прут. Пока не горят. Ой, не горят. Пока не льются фонтаны. Мне надо до 9 часов подождать, чтобы банк открылся. Дела сделать. И поеду, наверное, в Новомосковск. На рынок. У нас здесь сейчас не продают ни орехов, ни сухофруктов. Вот поеду на базар. Там закуплюсь. И домой тогда. Из, наверное, заодно. До новых часов. До новых вещей. До новых встреч. До новых встреч. До новых встреч. Продолжение следует...